Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Рейхи и Стричиннелл. В этом видео мы продолжим разговор о первом русском ученом с поистине мировым значением Михаиле Васильевича Ломоносове. Итак, поехали! После себя Михаил Ломоносов оставил десятки трудов в различных областях науки, которые в немалой степени послужили толчком к развитию не только наук в России, но и в мировой науке. Так, например, Ломоносов заложил основы молекулярно-кинетической теории, которые по всей идее являются актуальны при рассмотрении строения вещества. Ломоносовым были заложены основы физической химии, когда он сделал попытку объяснения химических явлений на основе законов физики. Также Ломоносов активно занимался астрономией, и именно он обнаружил наличие атмосферы на Венере. Немалая заслуга Ломоносова также состоит в опытном изучении электричества и метеорологии. Также Ломоносов первым совместно с Иосифом Брауном получил ртуть в твердом ее состоянии. В рамках метеоисследований Ломоносов, независимо от идеи Леонардо да Винчи, разработал летательный аппарат вертикального взлета, первый прототип вертолета с двумя винтами. Однако он не подразумевал пилотируемых полетов, только подъем метеоприборов. Помимо этого Ломоносов внес большой вклад в развитие географии и ввел в научный оборот термин экономическая география. Также Ломоносов в немалой степени ратовал за охрану здоровья и общественного здравоохранения, о чем характерно говорит одно из его четверостишей. «Исполнены слабостями наш краткий в мире век, нередко впадают в болезни человек. Он ищет помощи, хотя спастись от муки, и жизнь свою продлить врачам дается в руки». Как можно понять из четверостишья, Ломоносов активно занимался литературой, поэзией и прозой. Переводил множество книг с европейских языков на русский, а также писал сам, став основоположником русского классицизма в литературе. Также Ломоносов активно развивал искусство красноречия и риторики. В истории России Ломоносов был приверженцем сарматской теории этногенеза славян и написал несколько трудов на эту тему, в которых он ввел историю славян аж со времен Римской империи. Позже из его трудов выросло религиозно-философское течение славянофилов. В немалой степени Ломоносов реализовал себя в изобразительном искусстве, создавая картины из мозаики. Ломоносов был ярким примером органичного сочетания всего разнообразия его способностей, как увлеченного ученого-теоретика, в совершенстве владеющего экспериментом практика, очень удачно реализующего, найденные в ходе расчетов и опытов, умелого организатора производства. Так называемый универсальный человек – полимат, человек, добившийся исключительно высоких достижений в множестве как естественных, так и в технических науках. За свои достижения Ломоносов удостоен места в нижнем ярусе памятника тысячелетия России в Великом Новгороде среди писателей и художников. Усадьба Ломоносова на Мойке Большая Морская 61 в Санкт-Петербурге является объектом культурного наследия народов Российской Федерации. По всей стране в разных городах установлено 20 памятников Михаилу Васильевичу, самым известным из которых располагается в Москве на Воробьевых горах, напротив Московского государственного университета. Также Ломоносову установлены памятники в Марбурге и Фрайберге, где юный ученый учился. В честь Михаила Ломоносова переименовали его родное село, в котором он родился, и один из городов, входящих в муниципальное образование Санкт-Петербурга. Во многих крупных и не очень городах бывшего Советского Союза имеются улицы, названные в честь Михаила Ломоносова, а также площади, проспекты и мосты. Начиная с 1978 года в Москве проводится многопредметная олимпиада среди школьников, турнир имени Ломоносова. Также в честь Михаила Ломоносова названы ряд географических объектов – гора на Новой Земле, плато в Гренландии, ледник на Шпицбергене, подводный хребет в Ледовитом океане, горы на острове Сахалин. Также в честь Ломоносова названы кратеры на Луне и Марсе. 26 апреля 2016 года с космодрома «Восточный» был запущен спутник Михаила Ломоносова, предназначенный для исследования световых явлений верхней атмосферы Земли. Про Михаила Ломоносова снят два художественных фильма – 1955 года, в котором роль исполнил Борис Ливанов, и 1986 года, где роли Ломоносова исполнили сразу три актера – Виктор Степанов, Игорь Волков и Александр Михайлов, а также бесчисленное множество документальных фильмов. В период с 1957 по 1997 годы бороздили просторы научно-исследовательской судна Михаила Ломоносова. И на этом сегодня всё. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, оставьте свой комментарий, расскажите о нём друзьям и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего нового. До скорых встреч на канале Ray History Channel.